Приветствую всех на канале Волкварт Геймс, это военная игра с Волком. Сегодня представляю вашему вниманию реплей из рубрики Хроника одного боя, это уже третья часть. Посвящена сугубо игре PlayerUnknown's Battlegrounds, но по крайней мере пока только этой игре на данном этапе. В этой рубрике наиболее такие, с моей точки зрения, интересные бои. В данной игре будут отмечаться, в которых удается достичь каких-то интересных успехов или ситуаций какие-то, возникают такие, которые хочется себе на память просто оставить. Ну это вот одна из них. Название «Тише едешь, дальше дышишь» полностью оправдывает суть происходящего в этом реплее. Такая интересная, знаете, особенность, почему-то наиболее значительные результаты достигаются, когда либо тебя что-то отвлекает, то есть ты играешь от, ну, как вот в прошлом реплее, я половину игры провел с телефоном, прижатым плечом к уху и, то есть, не особо следил за происходящим на экране. Вот, либо, ну, вот этот реплей, он будет, он записывался в такой атмосфере, когда стоял выбор, то есть сыграть разок и ложиться спать, потому что утром рано на работу, либо сразу ложиться спать. Ну вот, был выбран такой вариант, что сейчас разик быстренько сольюсь и байники. Ну, сейчас мы посмотрим то, что получилось из этого. Сейчас пока идет загрузка. И вот почему-то такие вот именно интересные ситуации возникают, когда тебе особо играть и не хочется, а обратная ситуация, когда ты весь вроде подготовился, весь собрался, хочешь там сейчас серьезно сыграть и ни черта почему-то не получается. Так, ну, карта Санок, она, кстати, модернизирована, кое-чего там поизменили, я так понял, что у меня был значительный перерыв, вот. Большим, по-моему, транспорта стало. Ну, сейчас народ активно высаживается, тут такая массовая высадка, я лечу. Так, ну вот, собственно, моя девушка, подопечная моя, высадилась и нацелился я вот на данную группу строений, потому что здесь по пути явно будет массирована высадка враждебных мне парашютистов. Сюда лететь смысла нет, опять же, здесь толпа целая садится. Ну, я выбрал такое нейтральное место, вот, и, как оказалось совершенно правильно, я сейчас здесь буду в одиночестве. Ну, то есть будет, ну, да, вот, смотрите, там сколько номеров туда падает. Так, туда тоже такая высадка, я здесь вроде как на нейтральной территории, посерединке. Вот, вроде никто мне не мешает, можно спокойно экипироваться. Так, ну, уже пошли мы потери, 93 человека в живых осталось. Так, нашел я жилет, рюкзак. Из оружия пока ни черта нет. Так, это я промахнулся немножко. Так, ну, значит, какая тут обстановка. Вокруг меня никого нет, а везде вокруг уже люди есть. И активно выясняют отношения. Прошла минута 48, уже 89 человек в живых осталось. Активные контакты. Вот здесь это мое любимое место на данной карте. Пайнан. Буткам там всегда. Месилово идет полное. Так, ну, пока что мне никто не мешает. Значит, в соседней группе их строений чекист. 001. Здесь таж 3 человека. Как раз вон контакты идут огневые. Так. Ага. Значит, у меня каска, сайга. Так, здесь у нас что? Рюкзак, прицел, коллиматор. Ну, кое-чего. Так. А, кстати, ко мне пришел гость. Исмазик Ис какой-то. Я его не вижу, не слышу, по-моему. И что-то, по-моему, в это время вообще делал. Так, рядышком уже стрельба пошла. Так, а что этот из мазика? Он просто стоит. Вот он там за этим строением. Да, он, похоже, залип. Если бы я вот сейчас туда пошел, у меня были бы шансы человека этого записать на свой счет. Обидно. Так. Но, тем не менее, я перемещаюсь. Куда я перемещаюсь? В сторону вот этой группы строений. Да. Следующий. И что я вижу? Я вижу автомобиль. Новый, по-моему, вообще типа. Ранее такие машины на этой карте не встречались. И я решаю, естественно, им воспользоваться. Хотя на этой карте можно и без этого ходиться. Так. Ред Стрикс идет мне не навстречу вот здесь. Он раздосадован тем, что я уезжаю. Открывает по мне огонь. Я начинаю выполнять противо... В общем, торпедный маневр такой. Вилять на автомобиле. Он рассерженно мне стреляет вслед. Но ничего сделать уже не может. Я счастливо уезжаю. Так. Еду я по вот этой вот дороге. Так. Да. Еду, еду, еду. Так. И сейчас я куда приеду? Ага. Ну, в этой группе строений тут у меня впереди по курсу ничего нет. Опасности нет. Там ни одного игрока нет. Прошло 4 минуты. 14 секунд. 65 живых человек на карте. Так. Ну вот. Я пар... Так. Аккуратно припарковался. Ну, здесь уже... Можно только поживиться остатками. Потому что здесь уже кто-то был. Так. Карта у нас... О чем нам говорит? Так. Нам здесь показываются только люди, которые поблизости. Да? По пределе, конечно, ряды. 62 человека на данный момент находятся за границами. Зоны тут непонятно, что происходит. Видимо, здесь мне не покажут других игроков, где они были в это время. Так. Ну, касательно автомобиля, у меня тут сомнения ехать дальше. Или... Карта маленькая, поэтому двигатель, работающий, сразу, как правило, слышит. И... То есть это означает приманить к себе противника. Так. Автомат Томпсона обнаружился. Точнее, пистолет-пулемет Томпсона. И Сайга у меня на вооружении. Ботинки я с девушки своей снял, чтобы звук передвижений немножко потише сделать, как это советуют. Так. Ну, здесь, вот видите, контакты идут. Зона у нас готова сдвинуться. Да. Я обнаружил, что я на границе с зоной на самой сейчас нахожусь. То есть нужно либо двигаться сразу. Вот это вечная дилемма. Либо сразу идти, либо ждать. Ну, я, по-моему, принял решение двигаться. Да. То есть не ожидая, пока тут еще какие-то конкуренты появятся, которые за спиной могут вести огонь по мне. Вот. Поэтому я решаю продвинуться. Ближе. К центру складывающейся зоны, в общем. 6 минут 28 секунд. На карте 53 человека. Так. Куда я иду? Я иду в безжизненное опять место. Вот везет, да? Но я этого, естественно, не знаю. Поэтому приходится... Двери опять открыты. Здесь я рискую влезть. Ожидаю опять-таки пули. Здесь что-то все вымели. Даже все, что ценное было. Ничего не осталось. Да. Никого поблизости нет. Восьмая минута пошла встреча. На данный момент 48 человек. На карте. Включая меня. То есть мне нужно пережить еще 47 человек. Так. А где они все? Эти 47 людей. А уже 46. Ага. Ну они активно друг друга порубали. Поэтому все тут остались более-менее в одиночестве. Так. Одна зона сложилась. И нужно двигаться дальше. Так. От камешка до деревца. От деревца до камешка. Аккуратно. Я бегу. Но ближайший ко мне человек находится на той стороне аж карьера. Так. Так. Восемь минут прошло. На карте 47 человек. И резко очень упала интенсивность огневых контактов. Поскольку в основном так люди друг с другом поразобрались. В большинстве своем. И закрепили за собой какие-то временные ареалы обитания. Так. Я тут пытаюсь дождаться хоть кого-нибудь. Но никого нет. Ближайший человек. Который меня интересует. На той стороне. Так. Там у нас что-то бомбежка идет. Перебегая через улицу до следующих зданий. Так. Ну. Желание подстеречь кого-нибудь в засаде. В такой. Чтобы кто-нибудь вбежал в дом. И я его уничтожил метким огнем. К сожалению. Результаты не приносит. Но в основном потому что здесь никого нет. Ближайший проезжает на автомобиле. От дома к дому. Так. Передо мной неприятная перспектива. Значит. Куда двигаться дальше. Здесь открытое достаточно пространства. И я не очень понимаю куда зона дальше двинется. Так. 10 минут сейчас у нас будет. Ровно. Встречи. Так. 10 минут прошло. На карте 39 человек. Так. И я двигаюсь в сторон. В стороне. Вот. Раскопок этих. Или что тут такое. В общем. Карьер какой-то. Да. В сторону ближайшей группы строений. И опять. Конкурентов у меня поблизости. В общем-то нет. Несмотря на то, что карта маленькая. В этот раз как-то. Я в разряженном режиме таком. Играю. Так. Вот. Кто-то. Да-да-да. Я вспомнил. Вот. Этот человек меня заставил укрыться в здании. Так. Крейзи фаер. Ага. Так. И выбил меня несколько из графика. То есть я рассчитывал продвинуться, по-моему, вот до этой группы строений. То есть транзитом здесь преодолеть вот эту. Населенный пункт такой миниатюрный. И двинуться туда. Ну это я на данный момент пытаюсь определить. Ну надеюсь на то, что этот человек на мотоцикле. Ну на мотоцикле скорее всего, да, вроде. Будет обшаривать эти строения, где я сейчас нахожусь. И у меня получится его взять. Но на самом деле он оказывается вот здесь. Контролирует дорогу между этими двумя населенными маленькими пунктами. Так. Что у меня тут? Сайга и... М16, да. Так. Двенадцать минут у нас на таймере прошло. На карте осталось 30 человек живых. Двадцать девять уже. Так. Вот. Крэйзи фаер подстрел кого-то. Видит или не видит, непонятно. Так. Зона у нас... Опять же нет никакого понятия, куда она двинется дальше. То есть имеет смысл выбираться из этих строений. То есть или остаться здесь, она двинется сюда. То есть поэтому лучше здесь выждать. Контролируй стеснок на двери. Вообще я забыл вначале сказать, что идея данного реплея, ну, выложить его, продиктована рассказом. Я сам не видел, просто слышал. Ну, ситуация, в принципе, почему нет здесь, это, я думаю, бывает. Человек выиграл матч, стал первым, ну, то ли не встретив никого, то ли не произведение одного выстрела вообще за всю игру. То есть все остальные расшиблил бы, типа, а он где-то просидел всю дорогу и остался один единственным выжившим победителем. Вот. Поэтому я достаточно плотно к этому, к такой победе в данный вот раз подошел. Поэтому данный реплей именно вот об этом. То есть вот такая ситуация, она, в принципе, реальна и может встречаться. Главное, как бы, аккуратно себя вести. Ну, это зависит, конечно же, от тех 90 человек, с которыми мы оказываемся в теплой компании. Вот, многое. Потому что это ж от них тоже... То есть все это дело случая. То есть я могу себя вести осторожно, да, но я же могу все равно в любой момент столкнуться с противником, который прочесывает здание или просто бежит. Так, ну вот видите, я вообще в изолирован таком всю кар... Вот прошло 15 минут, да, практически. И я все время нахожусь в таких изолированных практически местах, где никого нет. Вот. Ну и, в общем-то, смотрите, этот здесь засел, этот здесь засел. Вот эти, этот контролирует явно людей, которые будут пытаться от карьера и между дорогой отходить к центру зоны. Так, а здесь что, вообще никого нет, что ли? Здесь тоже явно сидит с чем-то, наверное, дальнобойным. Вот, короче, 15 час, 15 минут у нас щелкнет. Есть, 15 минут прошло. На карте 21 человек, в том числе я. Ну и карта скакнула, зона скакнула вот сюда, вот кэмп. Я понимаю, что здесь дальше ловить-то мне нечего, надо выбираться. И вместе с тем у меня уже зреет мысль, что если я далее аккуратненько себя буду вести, то у меня есть шансы войти в десяточку. А я напоминаю, что у меня, поскольку играю крайне хреново в эту игру, поэтому войти в десятку это... Ну, в общем, тот показатель, к которому я на данный момент стремлюсь. Так. Ага. У меня здесь есть надежда, может он мимо меня поедет? Ну, он проезжает. Так, и там, кстати, да, все двигаются к позиции бот-кэмп, и сразу многие не доходят, потому что как раз люди, которые контролируют вот эти дороги, возвышенности, они выцеливают тех, кто туда сломя голову рванул, и выбивают их одного за другим. На данный момент осталось 18 человек живых. Вот здесь такая интрига получается. Я следую за вот этим Крэйзи Фаер. Григо рядышком с ним. Лос Пандитос какой-то. Он пытается контролировать вот это направление. Здесь брошен дроп, но его что-то игнорируют, я смотрю. Так, а я нашел машину. О, и сейчас меня будут обстреливать. Так. О, проезжаю. Так, 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 так. Вот он, за камнем был на возвышенности. Так, есть попадание. Мимо троих проехал, надо же. Думал один что-то там. Так, и я стремительно рвусь, в общем, в надежде на то, что зона скакнет сюда, прорываясь прямо. Хотя можно было бы проехать прямо вот туда. Чего я затормозил-то? Страха глаза велики, как говорится. Наверное, из-за этого. Так. Ну, дверь на самом деле открылась. Нормально это просто. Что-то на РП не сработало. Не прогрузилось. Так, и оказывается, что нас здесь двое. Я и Буря. Так, а на этот момент 17,5 минут прошло, и нас 16 человек живых. Отмечаю, что у меня нет ни бронезащиты, ни медицины на данный момент какой-то нормальной. Даже оружие-то, в принципе, такое себе. Так. Начинаю здесь пытаться обжиться, потому что здесь я довольно редко бываю. Вот. Так, здесь люди полегли, поэтому у них кое-что добыть можно. Здесь не очень осмотрительно. Голова у меня торчит. Если человек там на позиции, он меня просто в голову бы сейчас грохнет. Так. Ну и... Что у нас тут имеется? У нас имеется сейчас... 18... Почти с половиной минут прошло. На карте 15 человек живых. На данной позиции только я и... Человек с ником Буря. И оставшиеся в живых двигаются, в общем-то, в направлении сюда. Так. Ага, это я перещел... Подожди, стоп. Куда это я перещелкнул? Вот. Я здесь. Я здесь. Так. Я здесь. Да. Вот. Начинаю ныкаться по углам, потому что, как я говорю, здесь что-то для меня насквозь непривычно. А, зона очень резко сдвигается. Даня 666 остается вообще за зоной. Непонятно, что надеется. Или уже все вспотнулся обо что-то. О, какое эпичное зрелище-то. 12 человек осталось в живых. Так, ну и к данному моменту-то я понимаю, что да, что мои шансы попасть в десяточку заветную уже вполне-таки себе реальны. Только нужно посидеть спокойно и не попасться никому на глаза. Вот. И в один момент я оказываюсь уже в десятке выживших. Что-то Даня как-то очень долго за границей зоны. Она, по-моему, уже такая активная. Так. Вот. Зона у нас прыгнула вот сюда, да. На данный момент осталось 8 человек на карте. 20 минут прошло. Так, что я вижу. Так, ну вот. Я уже, по крайней мере, восьмой. Это большой для меня успех. Не сделав ни по кому ни одного выстрела. Между прочим. Так, и я аккуратненько продвигаюсь. Не выходя на открытое пространство. Дверь почему-то тоже не прогрузилась. Но он, видите, элемент еще подгружается, снаряжение даже. То есть не только это. Так. А вот что я вал-то не взял. А, понятно, почему не взял. В общем, почему-то у меня... Вот, я слышу шаги. Это буря. Вот этот, видимо, рядом пробежал. Почему не взял вал? Потому что у меня что-то как-то очень частенько часто бывает. Находишь такое какое-то супероружие. Да, и пока его там поднимаешь, патроны меняешь. В это время и валят. А здесь ситуация такая, что адреналин-то уже в крови играет. Видите, я уже шестой. То есть у меня мысль-то ой. Неужели? Неужели случится чудо? Я, блин, буду победителем. Впервые. Так, на данный момент я с границей. Так, и зона пошла. Пошла зона. Надо двигаться. Так, опять не прогрузилась дверь. И остается пять человек на карте. Так. А вот теперь внимание. Опа. А вот и буря. О, ты и я в тройке. Я в тройке, в тройке, друзья. Это с ума сойти. У меня тут просто все. Шквал там эмоций. У меня руки мокрые. Мышь вываливается из рук. То есть, ну, сами понимаете. Когда у вас остается трое, то есть уже... Ну, неужели я буду победителем? Так. А между прочим, зона здесь, да? И никто из нас не в ней. Так. А вот они между собой все-таки друг друга видят, выясняют отношения. А у меня же нету ни аптечек. И бин, по-моему, да. Сейчас у меня вот... Подойти к нему. Или к ней. Кто это она? Она, вон. Что-нибудь найти там хотя бы. Так, ну, зона, смотрите. Зона вот уже все здесь. Ну, и дальше я, конечно, друзья, смолодушничал. Потому что... Ну, в общем, уже мозг отказывается работать, да, в этой ситуации. Потому что весь там на эмоциях. Непонятно, где чего ждать. Тем более, вот шаги, слышите, рядышком со всем. И, как правило, в конце остаются-то супер бойцы. Давайте даже посмотрим, где они. Можем посмотреть. Вот, ну, видите, вот один чувак. Второй чувак. Вот, вот они. Вот эти двое красавцев. То есть, люди, как правило, в конце остаются очень серьезно подготовленные к игре. Которые хорошо ее понимают. И с рефлексами такими. Ну, да, видите. С такими хорошими игровыми рефлексами. Так. И я понимаю, что мне тягаться-то с такими игроками не стоит. А он меня не видит, кстати говоря. Так. А я сижу. И мысль-то у меня какая. Перегра... Ну, дождаться, пока он сюда придет. И попытаться реализовать... В общем, огонь в упор, так скажем. Вот. Либо же, видите, зона как бы уже все. Дальше она уже... Вот она все, пропала. Точка, фактически. Надежда моя, что он нафиг сдохнет. Если у него нет аптечек. Потому что открытый контакт, мне с ним не переиграть никак. Он меня ищет, 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 ищет. А зона уже здесь. Дробовик верный у меня в руках. То есть, если бы он сюда вошел, то у меня были бы шансы. К сожалению, зона в последний рубеж ее крайне агрессивен. Аптечек у меня нет. Ничего нет. Ни энергетиков, ни обезболивающих. Ничего. То есть, последняя надежда, что либо он сдохнет, либо взойдет сюда. Ну, и вот видите, что происходит. Все. А он был скотином вот за этим углом. Так. И он, видите, собственно... Да. Чем все кончилось. Могу я на себя переключиться? Да. Могу. О. Интересные текстурки. Ну, вот я, да. Вот. И, к сожалению, друзья, видите, чем все закончилось. То есть... Чувак оказался направленный. В отдельном углу. В последней точке, где не было зоны. Все. И благодаря этому он победил. Моя позиция второе место. Один человек... Один игрок на счету убитый. Вот так вот. За малым, за малым, друзья, не дотянул до первого места. Крайне обидно, конечно. Вот такой был интересный у меня матч. Опять же, как и говорю, абсолютно случайный. То есть, у меня был выбор играть или лечь спать. Вот. Я решил раз сыграть. И, как видите, вот. Полчасика такие мне принесли такого напряжения, что я потом еще час уснуть не мог. Когда нервы напряжены настолько. Все, друзья. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Волк. Поддержать канал можно по ссылочкам в описании. И все. До следующих встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok